Сегодня мы записываем второй выпуск открытой политики права и сегодня мы будем говорить с Виталием Буркиным о необходимости, целесообразности и правилах освещения судебных процессов в средствах массовой информации и социальных сетях. Ну и начнем, пожалуй, с основополагающего вопроса. Насколько, в принципе, допустимо для защитника, для стороны защиты, для адвоката вступать в контакты с прессой, с социальными сетями? Насколько можно разглашать или освещать события, которые идут внутри, скажем, судебных разбирательств, внутри судебного следствия, либо уголовного дела? То есть, в принципе, закон это разрешает или не очень? Закон это разрешает и наш закон достаточно в этом либеральный и гуманный. Все достаточно четко написано и сказано. Приветствуется и необходимо освещение обстоятельств уголовного дела по инициативе стороны защиты, да? Мы сейчас говорим по инициативе. Но если это входит в стратегию защиты, то есть сначала разрабатывается стратегия защиты, а не наоборот, да? То есть, и многие адвокаты, юристы очень часто, например, нелестно отзываются или даже обвиняют в глупости иногда, скандализации адвокатов, которые хорошо работают с информационными агентствами, да, с соцсетями, в том, что это делается там ради пиара. Нет, это делается не ради пиара. Если это делается правильно и грамотно, это делается только с целью достижения результата. Нет, я говорю о том, что бытует мнение, ну, может быть, я ошибаюсь, я не так хорошо в этом разбираюсь, бытует мнение о том, что адвокат или защитник или представитель на суде дает какую-то подписку о неразглашении, то есть, насколько вот это вообще действительно так, и насколько эта подписка ограничивает его в праве, ну, скажем, передавать информацию, например, в средства массовой информации, либо публиковать там от своего имени в соцсетях какую-то информацию о конкретном деле. Вообще вот этот механизм, он существует или не существует? Существует. А вот основополагающий вопрос относительно вообще всего освещения, незнание которого способствует тому, что многих вводят в заблуждение относительно. Я даже сталкивался недавно с такой ситуацией, ко мне из другого региона обратился человек, и до него дошла информация, он, будучи подозреваемым по делу, узнал о том, что его защитник-адвокат сам попросил следователя отобрать у него подписку о неразглашении данных предварительного расследования. На самом деле существует определенное ограничение для защитника, для адвоката, для представителя в суде, если следователь, например, взял у него подписку о неразглашении. Я так понимаю, что вот есть материалы дела, и если эта подписка взята, то адвокат, представитель, защитник не имеет права, ну, вот, излагать эти факты в открытом пространстве. Это не так. Дело в том, что действительно существует такое понятие, как подписка о неразглашении, а за разглашение есть ответственность вплоть до уголовной. Однако из нормы закона, который говорит о том, что вот такая подписка есть, есть несколько исключений, которые, в принципе, фактически нивелируют вот это правило о неразглашении, да, при умелом действии защитника. Во-первых, не распространяется на тот случай, если следственный комитет уже сам в пресс-релизе распространил информацию об уголовном преследовании. Второе. Если данные какие-то уже оглашены в судебном заседании, а если у нас, как правило, избирается мера пресечения, например, там, на второй и третий день следствия, то это уже считается, что определенные сведения уже оглашены. И, наконец, если адвокат или любая сторона, любой участник, который дал подписку, говорит о нарушении закона со стороны органов предварительного расследования. То есть, фактически, здесь дело только правильных формулировок со стороны адвоката. И говорить о том, что оправдывать свое бездействие тем, что дал подписку, ну, очень даже несостоятельно. Я правильно понимаю, что зачастую адвокаты сами себя устраняют и устраняются от освещения в публичном пространстве событий судебного разбирательства или уголовного преследования, ссылаясь на то, что, вот, дескать, они дали подписку, и потому не надо нигде ничего говорить, да? Правильно я понимаю? То есть, эта инициатива часто исходит от самих адвокатов, а не от подзащитных. Часто. Освещение событий в средствах массовой информации, придание огласки некоторым процессам, ну, носит некий состязательный характер, потому что, ну, с обоих сторон есть две точки зрения, да? Есть сторона защиты, есть сторона следствия и обвинения. Как правило, эти точки зрения не совпадают, да? То есть, например, обвинение считает человека преступником, защита не считает человека преступником и защищает его. Вот две противоположные точки зрения. Их право существования в медийном пространстве, по сути, дает некую состязательность, да? То есть, вот, если Следственный комитет выпустил пресс-релиз и сообщает, что, вот, там, идут такие-то следственные действия, там, предприняты такие-то, там, значит, там, санкции в отношении какого-то человека, там, арест или еще что-то, да? То есть, фактически, Следственный комитет выходит в медийное пространство, да, и сообщает о своих действиях. Уже косвенно определяя, там, человека виновным, предполагая, что он совершил преступление и так далее. То есть, я от себя думаю, что, наверное, адвокат и сторона защиты имеет право на пропорциональные действия в медийном пространстве, получается так, да? То есть, ну, с целью защиты своего клиента и подзащитного, так ведь? То есть, тут мы подходим к тому, что состязательность в процессе и суда, и следствия, и защиты, ну, клиентов, адвокатов или представителей суде переносится уже в медийное пространство. Так получается? Получается, да. Но в таком случае встает вопрос, насколько равны и не равны возможности той иной стороны, да? И какие есть преимущества, например, со стороны защиты, какие можно использовать механизмы, чтобы, ну, эффективно достигать цели защиты своих клиентов? Возможности, разумеется, не равны. И мы, когда, я, например, да, когда начинают заниматься защитой и организацией процесса освещения, исхожу из того, что возможности у нас не равны. Однако, мы должны понимать, что если следственный комитет распространил или прокуратура, да, или ФСБ распространил и пресс-релизы, и репортажи начали готовить казенные каналы, да, то в любом случае, какие бы ни были они ангажированы, они берут комментарии у защиты. И вот здесь необходимо проявить все мастерство адвокату, родственникам, да, дабы сюжет вышел в правильном русле. Если сюжет выходит в правильном русле, понятное дело, там будут что-то вырезать, монтировать, можно перехватить инициативу. И, по крайней мере, СК и ФСБ больше не будут освещать это дело. А в плане наличия права, то это право, безусловно, я уже говорил о том, что расписка о неразглашении перестает действовать, если следственные органы сами распространили эту информацию в СМИ. Мы, в принципе, пришли к выводу, что освещение обстоятельств дела, каких-то спорных вопросов, оно необходимо и полезно для защиты человека в процессе судебного разбирательства или в процессе следствия. Однако, насколько я понимаю, не всегда это случается, многие люди избегают этих вещей. Я, наверное, могу предположить о причинах, а ты мне дополнишь. На мой взгляд, кто-то боится выходить в средства массовой информации, просто по каким-то личным мотивам, причинам. Мы уже говорили о том, что иногда адвокаты отрицают необходимость подобного подхода. Для себя и для своих подзащитных они исключают возможность огласки, ссылаясь на какие-то мотивы. Что еще может препятствовать, какие еще соображения есть или ложные предположения у тех, кто попадает в такую ситуацию и стоит перед выбором, выходить им в публичное пространство или не выходить? Ну, ты примерно перечислил все самые распространенные причины. Первое – это страх. Дело в том, что все прекрасно понимают, что если ты выходишь в публичное пространство, ты должен давать внятные, понятные оценки. А это, как правило, бесповоротная постановка вопроса. Ты уже делаешь свой выбор. Адвокаты, к сожалению, многие зависимо дорожат отношениями. То есть все, ты делаешь свой выбор. Я когда-то там свой выбор сделал, но кто-то этот выбор делать не хочет. Кто-то просто, например, по каким-то причинам стесняется, боится публичных поступлений. Я сколько-то лет назад тренировался этому, и то иногда мандраж есть. Но честные адвокаты действуют так. Если он каким-то образом стесняется или боится публики, он привлекает другого человека, другого адвоката, но готовит исключительно защиту. Но зачастую сталкиваемся с такими ситуациями, что адвокат, зависимый от органов, еще и сопряженно сопрягается все это со страхом публичных выступлений, просто вводит в заблуждение доверителя о том, что этого не нужно. То есть он просто дает совет, что не будем шуметь, будем решать все это в правовом поле, там внутри процессов. Это, кстати, Андрей, действительно когда-то не нужно, я еще раз говорю, в зависимости от стратегии защиты. Как правило, если совсем просто, освещение нужно тогда, когда на твоей стороне правда или большая часть правды. Вот здесь мы переходим к интересному моменту. Действительно, защитники, представители в суде, адвокаты, они защищают людей вне зависимости от их виновности. Даже если человек, очевидно, виновен, адвокат, хороший адвокат и хороший защитник, хороший представитель, они будут добиваться минимизации наказания, например, или того, что будут учтены все объективные факторы, события, какие-то обстоятельства дела. Могут складываться такие ситуации, когда, наверное, полное освещение обстоятельств дела в общем-то и невыгодно подзащитному. То есть, если он действительно кровавый убийца, и эти факты не оспариваются даже защитой, например, ну, какие-то мы предполагаем, да, какое-то событие, то, наверное, выносить это на обсуждение публики, ну, и с этической точки зрения не всегда уместно, да, и с точки зрения, ну, выгоды, условно говоря, подзащитного. Вот есть какие-то категории дел, где ты бы, скажем так, отрицал необходимость освещения? И какие это дела, какие, ну, хотя бы, какая это сфера правонарушений или преступлений? Я не буду освещать дело в СМИ то, где я не определился со стратегией защиты, и хотя бы на 2-3 шага вперед еще не определил действия. Вот 10 лет назад у меня было дело, когда ФСБ задержали моего подзащитного, и потом он стал моим подзащитным, там хищение, обвинение в хищении было серьезным с авиазавода, осветили все СМИ. Мы не дали нигде ни одного комментария, я сделал все, чтобы все это затихло, замолкло, и в течение полугода я с помощью своей стратегии сделал так, чтобы уголовное дело прекратилось на стадии следствия с полной его реабилитацией, потому что, ну, никак не нужна была огласка, а кроме того, моя стратегия заключалась в том, что усыпить бдительность следствия, которые, ну, все-таки ФСБ при всем уважении в хозяйственных вопросах не очень хорошо. У меня другой вопрос. По поводу вот сложности, несложности дел, и, ну, не всегда определенности, скажем там, процессов, да, существуют такие сложные дела, такие конфликты, которые находятся обычно в плоскости, там, экономических преступлений, либо экономических конфликтов. Особенно это касается, ну, условно говоря, споров хозяйствующих субъектов, так называемых, да, то есть, когда одна компания к другой компании имеет претензии, там, значит, эти претензии не всегда до конца определены и понятны, они оспариваются сторонами и так далее. Вот насколько в этих процессах, таких сложных хозяйственных процессах, возможно использование вот этих информационных технологий, и возможно ли здесь понятным образом донести до широкой публики вот обстоятельства дела? Здесь обязательно это надо делать, но самое сложное – правильно осветить и сформировать общественное мнение вот по таким серьезным делам, потому что вопрос заключается в том, чтобы сложные вещи надо перенести, донести публике простым языком. Это очень непросто. А кроме того, очень бывает часто так, что юридическая правота на стороне твоего доверителя, но морально он неправ. И если неправильно подойти к вопросу, то можно получить эффект обратный. Ну, понятно, да. То есть, тут еще ведь наверняка играет роль и некая стереотипность общественного мнения, да, то есть, ну, условно говоря, существует некий набор стереотипов, которые довольно сложно изменить, даже применяя там какие-то убеждения и более или менее там массированные информационные подходы. То есть, ну, условно говоря, есть нарицание такое, что, дескать, вот там… – Застройщик всегда жулик. – Застройщик всегда жулик, да, там чиновник всегда вор, да. То есть, ну, вот это вот как-то присутствует. Это неправда, это не так, но тем не менее, вот принято так считать или, по крайней мере, огульно таким образом полагать. И, соответственно, наверное, не получится представлять даже вот, ну, при умелом подходе представлять иначе это все. Можно вызвать обратную реакцию, да. То есть, как бы если вдруг начинать рассказывать, как вот неправомерно поступили там, значит, с несчастным чиновником, которого, значит, там задержали со взяткой там у себя во дворе, да, то можно нарваться на иную реакцию там зрителей, читателей, да, то есть, людей, которые потребляют эту информацию, и, в общем, сформировать обратный имидж. Но здесь мы говорим о таких вещах, как, ну, скажем так, подходы, да. То есть, формирование вот этой информации, нужно пояснить, как это происходит, да, для тех, кто, вот, скажем, заинтересуется этой темой. Нужно же правильно излагать информацию, да. То есть, вот этим судебным, юридическим языком в СМИ информацию подавать категорически нельзя. Нужно же, чтобы люди услышали и поняли проблему. Это отдельная наука, я скажу, Андрей, казенным языком нельзя подавать информацию судьям и прокурорам, да, не то, что говоря про население, да, поэтому... Дело в том, что все очень сложно. Вот, например, дело Мукминова было, да, я его последние два года заезжал, серьезное дело серьезного застройщика, да, там не получилось довести строительство до конца, но только потому, что рейдерили там, мэрия... Да, даже не то, что рейдерили, всевозможные препятствия чинила администрация города, да, там, ну, я могу сказать, вплоть до преступлений, да, которые совершались в отношении кооператива, которым руководил Мукминов, и народу было очень тяжело правильно донести, но мы правильные формулировки избрали, фактически мы, ну, Мукминову смогли оправдать по самым сложным эпизодам, донести до суда, до суда, а именно до решателей, что Мукминов не будет платить за оправдательный приговор, я не знаю, там ему пытались продать оправдательный приговор, я не знаю, я далек от мысли, что это действительно от судей были люди, да, но тем не менее, да, да, но выходили с предложениями на миллионные суммы, мы, год почти шло апелляционное рассмотрение в Верховном суде, и удалось нам вот это сделать с помощью освещения, кстати. По делу Мукминову я тоже внимательно смотрел за этим делом, я там наблюдал такую картину, что информационные потоки шли с обоих сторон, условно говоря, да, и вот даже среди членов кооператива, которые, ну, на самом деле, и были пострадавшими в этой ситуации, да, то есть материально пострадавшими, даже среди них не было единого мнения, то есть были люди, которые говорили, что, ну, вот ситуация вот так выглядит, и была часть этого сообщества, которая кардинально наоборот мыслила. То есть это говорит о том, что воздействие вот этой информации того или иного порядка, оно вот может носить разный совершенно результат, да? Только с помощью освещения в СМИ и соцсетях мы до потерпевших, ну, юридически они были потерпевших, донесли, что виновности Мукминову в том, что дом недостроен нет, деньги им похищены не были на самом деле. То есть вовремя это интересно? Да, мы это донесли, это было сложно, но тут, кстати, я хочу сказать, вот это мы, может, потом когда-то поговорим, огромная заслуга в этом самого Мукминова, который прекрасно является вообще прекрасным оратором, он прекрасно разбирается в законах и праве, да, он сам доступно на русском языке с помощью там простых формулировок, донес и до населения, и до органов, да, насколько абсурдно там и несостоятельно его уголовное преследование. А ведь Салаватский городской суд обвинил его ни много ни мало в хищении в особо крупном размере организованной группой. Теперь переходим к анализу тех инструментов, которые используются. Ну, на первый взгляд, на вскидку приходит стандартный набор каких-то инструментов, то есть какие у нас есть СМИ. У нас есть печатные СМИ, у нас есть телевизор, у нас есть, условно говоря, социальные сети, да, и какое-то количество электронных СМИ теперь уже в современном мире. В какой пропорции, с какой необходимостью, с какой закономерностью ты используешь вот этот набор инструментов? Зависит от ситуации, да. Если ситуация жесть какая громкая и интересная, да, там достаточно пост написать в Фейсбуке, да, и там через несколько часов об этом на Первом канале будет говориться. Если ситуация не очень интересная, ее надо сделать такой, и с помощью определенных политтехнологий сделать так, чтобы в первую очередь ей заинтересовались федеральные СМИ, провластные казенные СМИ. Это задача грамотного пиарщика и политтехнолога, мы это пытаемся учиться. Я правильно понимаю, что весь спектр этих инструментов может быть использован? Я знаю, что ты в своей деятельности использовал и действительно и федеральные каналы, и Андрей Караулов там участие принимал в каких-то делах, да, и, значит, соцсети активно используются. То есть здесь нужно анализировать, я так понимаю, суть дела и целесообразность использования тех иных инструментов. Но есть одна проблема. Некоторые разновидности средств массовой информации, ну, я говорю, например, про наш локальный башкирский телевизор, да, то есть они в принципе недоступны. То есть попасть на него ни при каких обстоятельствах нельзя, да, то есть ты не можешь пойти и, там, ну, условно говоря, с журналистами БСТ не договориться, а даже обсудить какие-то проблемы, для них стоит жесткий запрет, идеологический запрет на освещение каких-то вещей, да, то есть они, ну, так называемые провластные СМИ. То есть вот вопрос мой заключается в том, насколько не хватает вот этих вот инструментов здесь у нас в Башкирии, или их достаточно? Я не считаю, что БСТ обязательный инструмент, хотя я не соглашусь с тобой, до недавнего времени, пока был Ислангулов дознание, он прекрасно брал передачи, которые даже невыгодны были власти. Канал Селфа, на удивление, частенько освещает. Да, ЮТВ. Но у меня никогда не стоит самоцель вот именно пользоваться вот помощью этих каналов, потому что зашло в соцсети, зашло правильно на федеральный канал, и они подхватили. Наша задача делать так, чтобы информация распространялась естественным путем. Мы обсудили необходимость освещения процессов в суде и процессов следствия, и мы пришли к выводу, что это действительно необходимо и полезно для защиты твоих клиентов. В общем-то, поговорили об инструментарии и так далее. Ну, наверное, теперь самый главный вопрос. Какова пропорция вот этой информационной деятельности и классической юридической деятельности, как они соотносятся между собой, и вообще существует ли какой-то план, ну вот, скажем там, план защиты, план действий, или как это происходит вообще? Дело в том, что сначала идет юридический анализ, потом смотрится этическая сторона, нет ли каких-то препятствий с этического характера для освещения. В любом случае, вот отвечая на обвинения многих адвокатов, которые говорят о том, что такие, как мы, это, да, там, скандализируем правосудие, нет. Все решает сам доверитель. Если он по каким-то причинам говорит нет, никакого освещения не будет. Изучив ситуацию и разработав стратегию, и осознав, что мы можем сейчас заявлять о частичной невиновности или о полной невиновности, мы знаем, что наша позиция будет безупречной, ее не опровергнут, мы начинаем освещение. Если нет, то не начинаем. Если уже казенные каналы по информации следкома и МВД начали освещать, то ни в коем случае нельзя бегать от камер, даже если у нас нет четкой защиты. Мы прорабатываем, что надо говорить, потому что ты можешь инициативу перехватить. Если адвокаты начинают бегать от камер, то это очень плохо, и общественное мнение складывается не в пользу подзащитного. Разрабатывая стратегию защиты по каждому делу, или нападения, мы уже разрабатываем и элемент информационного сопровождения, в той мере, в которой это необходимо в условиях данного дела. То есть, в конечном итоге, это индивидуальный подход к каждому отдельному делу, то есть, в зависимости от обстоятельств дела, в зависимости от событий, и, в конце концов, в зависимости от того, твой клиент, он, условно говоря, истец или ответчик, да? Правильно я понимаю? Совершенно верно. Ну, и надо не забывать, что ко мне сейчас уже часто обращаются адвокаты, которые просят помочь. Это, кстати, вполне нормальный процесс, потому что адвокат не в состоянии, один, например, или двое адвокат, два адвоката, одновременно и юридический процесс вести, и освещать. Это целая наука. Если у тебя тяжелые уголовные процессы, тебе не до освещения этого всего СМИ. Да, это я знаю. Поэтому очень часто вот я помогаю им это делать, мы вместе работаем. Но, еще раз говорю, что освещение начинается после стратегии юридической. Тема информационного сопровождения юридических процессов, конечно, огромная и бездонна. Мы попытались сегодня по верхам с Виталием пробежаться и определить какие-то основные принципы и подходы. Самое главное, пожалуй, что мы сегодня выяснили, это то, что не надо стесняться выходить в информационное пространство и рассказывать о тех проблемах, которые возникли и в процессе каких-то уголовных дел, и в процессе какого-то следствия. Потому что, действительно, проблем и конфликтов в этой области очень много. Молчать, наверное, не самая лучшая тактика. В общем, мы продолжим эту тему, наверное, в каких-то из ближайших передач. Если есть какие-то вопросы, предложения, мы с удовольствием их воспримем. Пишите комментарии, ставьте лайки, помогайте каналу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!